Решили поставить площадку, теперь мучаются. Жильцы дома на труда 62А борются за безопасность своих детей. Угрозу представляют торчащие бетонные основания игрового оборудования. Родители пытаются за свой счет поставить леерное ограждение. Этого им сделать не дают. Бетонные плиты обеляются. Вот детская площадка. Дети у нас тут любят ползать. Сами видите, домов много, детей много. Вот даже вот сейчас торчат вот здесь. Торчащий бетон и песчаные бугры на площадке. В таком состоянии сейчас прибывает детский городок во дворе дома на проспекте труда 62. Жильцы недовольны качеством постройки площадки. А появилась она здесь еще в 2008 году. У нас сначала здесь стояла детская площадка была. Качели и песочница. Больше ничего не было. Потом проходило собрание собственников жилья. Нам предложили здесь поставить или детскую площадку, или, по-моему, так парковку. Мы все подписались на детскую площадку, потому что детей много. Нам вот в итоге поставили детскую площадку вот эту и сейчас с ней мучаемся ничего. Сейчас бетонные основания качели присыпаны песком, но весной он сходит вместе со снегом. В итоге площадка превращается в опасную игрушку. К тому же сам комплекс расположен вблизи с внутридворовым проездом. Чтобы обезопасить детей, родители решили поставить здесь леерное ограждение за свой счет. Этого сделать им не разрешили. Запретила администрация города. Цитата. Земельный участок, на котором расположено игровое оборудование, не относится к придомовой территории многоквартирного дома номер 62 по проспекту труда и не является общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. Устанавливать какие-либо элементы благоустройства, в том числе леерное ограждение, за счет средств текущего ремонта многоквартирного дома номер 62 по проспекту труда неправомерно. То есть площадка стоит здесь временно, пока на этом пустыре не появится школа. Правда, когда ее построят, нам узнать не удалось. Выход из ситуации постарались найти в управляющей компании. Весенний период, значит, с помощью наших специалистов провести организованный субботник, для того, чтобы можно было эту площадку выровнять. Если необходимо будет выполнить подсыпку территории песком, мы окажем содействие. Ну и таким образом привести ее в соответствие. Второй вариант – обратиться с заявлением в управляющую компанию и взять землю на пустыре в аренду. После построить там площадку. Однако за содержание детского городка и аренду земли придется платить временно. Но даже в этом случае городок постоянным не будет. При строительстве школы его уберут. А пока Наталье и ее детям приходится ходить на детские площадки по соседству. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Семен Тарасов. Вестник. Северодвинска.